Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Давайте поговорим сегодня о агентствах по трудоустройству, которые находятся как на территории Украины, так и на территории Польши. Выгодно ли через них работать? Вообще, есть ли какие-то плюсы и минусы? В общем, сегодня тематика об агентствах. Если вам это интересно, то продолжайте смотреть дальше. Не буду я сегодня никого пиарить, не буду говорить, какие фирмы классные, какие нет. В каждой фирме, в каждом агентстве есть свои нюансы. Даже в том агентстве, в котором я работаю, тоже есть и плюсы, и минусы. И не от того, что это влияет на качество людей, которые там работают, либо же от системы, которая происходит внутри агентства, нет. Просто в каждой специфике работы будут плюсы и минусы. И каждому человеку что-то будет нравиться, а что-то будет не нравиться. Нет ни одного агентства, нет ни одного даже работодателя, или на котором вы бы работали напрямую, идеального. Где-то есть всякие косяки, где-то есть какие-то минусы. Но это жизнь такая, поэтому каждый уже выбирает от того, что он предпочитает, а также по собственным требованиям, по каким-то критериям. Конечно же, есть плюсы работы через агентство. Если касается работы через агентство, которое на территории Польши уже находится, то, во-первых, это всегда агентство немаленькое. Чаще всего это филиалы, открытые в разных городах. Это будет означать то, что вы имеете большую базу, больше направлений работы в каждом городе. То есть, если в одном городе нет работы через это агентство, то вы можете всегда поехать в другой город, и там вам могут подсказать какие-то другие вакансии, которые бы вам подошли. Что же касается агентств, которые находятся на территории Украины, они тоже занимаются подборком вакансий каждому кандидату, и это происходит индивидуально. Плюс еще тот, что они начинают с вами работать от самого начала до самого конца. То есть, проходят все этапы по подготовке документов и по отправке вас на территорию Польши. Если же касается агентств, которые находятся на территории Польши, они тоже подбирают под вас вакансии, тоже занимаются документацией. В основном, агентства по трудоустройству заинтересованы в кандидатах, как в польских, так и в заограниченных. На данный момент, в 2018 году, очень большое количество людей иностранцев, поэтому никого здесь не пугает, никого здесь не удивляет, что работу ищет иностранец, и даже уже некоторые агентства берут иностранцев без знания польского языка. Конечно же, тут нужно будет учитывать тот факт, что у вас заработная плата будет, конечно же, меньше, но все же вас набирают. Не так это было 3-4 года назад, 5 лет назад, когда приходил в агентство польское, а теперь разводили руками и говорили, что мы вас не сможем трудоустроить, у вас должно быть знание языка, у вас должна быть карта, либо еще какие-то документы. Сейчас же биометрия на месяц, на 3 недели берут с руками и ногами, потому что иностранцы – это рабочая сила, это дешевая рабочая сила, поэтому каждому выгодно, и это ни для кого не секрет. Если касается агентств, которые находятся на территории Польши, то они не имеют права брать с вас какие-либо оплаты, то есть оформление, ошведшение, зазволение, позволение на работу, они оформляются все бесплатно. Что же касается оформления карт на временное пребывание, вы должны оформлять их сами. И агентство этим не занимается. То есть агентство вам может помочь, подсказать, какие документы нужно, какой пакет нужно собрать для того, чтобы подать на карту временного побыта, но оплату в 440 злотых вы делаете самостоятельно. И те агентства, которые берут за карту временного побыта, чтобы подать вместо вас 1000 злотых, 2, 5, 10 тысяч злотых, это просто наживание на людях. И я вам советую делать это самостоятельно, нет, здесь ничего сложного. Конечно, я понимаю, когда вы там вообще не разбираетесь ни в чем, и просто обращаетесь за консультацией кому-то, за чисто символическую сумму, я еще понимаю, но когда с вас берут 1000 злотых, 5000, когда мне пишут люди, это, честное слово, мошенничество, и так карта не стоит, тем более ускорение вашего дела никак не повлияет на сумму, потому что в каждом городе оно по-разному. Я знаю, что, например, в Варшаве долго рассматривают карту, в Гданске для кого не секрет, что карту рассматривают голд, полтора, некоторым даже два года рассматривают. Но я вам так скажу, если уже продлевается ваше дело больше, чем 9-12 месяцев, то уже нужно писать заявление, уже нужно идти к начальнику, и я вам это не раз говорила. Знаю, что, например, в других городах, как Аполло, либо же там, где юг Польши, то там намного быстрее выдают карты, и люди через 2-3 месяца уже получают эти карты и без проблем работают у своего работодателя. Что же касается фирм, которые находятся на территории Украины? Да, они берут за ваши услуги для того, чтобы оформить вам, например, визу, подобрать вам вакансии, но, опять же, каждое агентство вы имеете право проверить в реестре, как на вашей территории страны, так и на территории Польши. Если же это зарегистрированное агентство, то оно должно платить налоги, и оно должно быть официально. То это будет означать, что это агентство работает уже не первый день, и есть уже какая-то своя наработанная база. Если вы хотите проверить разрешение на работу, то у меня есть тоже видео здесь на канале, я уже очень давно, наверное, год назад снимала, как проверить работодателя, как проверить освещение, чтобы не попасться на какое-то липовое. И так вам скажу, даже если вы покупаете освещение и либо же разрешение, это тоже ни для кого не секрет, потому что чаще всего иностранцы так делают, чтобы выехать на территорию Польши, то все равно помните, чтобы работать у другого работодателя, вам нужно получить новое разрешение на работу. Это либо же новое освещение, либо же новое зазволение типа А. То есть, это как мы еще называем, Вайвудское разрешение на работу. То есть, если вы делаете себе годовую визу, это еще ничего не означает, что вы можете везде, где хотите, потом работать без каких-либо документов. Нет. Вы все равно должны будете пройти весь этап здесь, на территории Польши, если же вы едете не к тому работодателю, от которого вы получили приглашение. Минусом агентств является то, что ваша заработная плата намного меньше, чем если бы вы пошли напрямую к работодателю. Еще одним минусом работы через агентство по трудоустройству на территории Польши является тем, что вы имеете право работать 18 месяцев в течение 36 месяцев. Хотя здесь есть одно «но». Не всегда так это, потому что если у вас выданное освещение как от работодателя прямого, то есть агентство является вашим прямым работодателем, то тогда этот закон на вас не влияет. Если же у вас освещение, либо зазволение выдано как через агенцию працы темчасовой, то есть через агенцию временного трудоустройства, тогда здесь считается 18 месяцев. Еще одним нюансом здесь может быть так, что, например, вы проработали через агентство 18 месяцев, но фирма, на которой вы работали, то есть фирма-посредник, на которой вы работали, заинтересована в дальшем сотрудничестве, то тогда агентство и фирма-посредник, еще на которой вы работали, должны между собой менять договор и менять условия труда. После того, как это происходит, вы имеете право получить дальше разрешение на работу от своего агентства и продолжать работать на фирму-посредниках. Но если этого не происходит и договор между работодателем и фирмой агентства не меняется, тогда, к сожалению, вы имеете право работать только 18 месяцев в течение 36 месяцев. Минусом трудоустройства через агентство на территории вашей страны является то, что агентство не всегда знает все детали работы. То есть они знают поверхностно, какой договор, какая заработная плата, а именно сами условия, то, что вы будете делать, не каждый знает детально. Хотя я знаю точно так же, когда мы ехали 4 года назад, то агентство вообще говорило одно, заработную плату говорило вторую. Когда мы приехали в реальной жизни, в итоге вообще оказалось совсем по-другому, совсем по-другому выглядела работа, и это, конечно, тяжело представить. Я вам так советую. Либо же смотрите в интернете отзывы по каждой фирме, через которую вы хотите трудоустроиться, не важно, это будет польская, либо же это будут посредники на территории Украины. Понятное дело, что не всем всегда можно верить этим отзывам, потому что половина купленных, половина просто разозленных одним там человеком, либо двумя, потому что кому-то что-то не сделали так, как надо, либо недопоняли. Это все нормальное явление. Любое агентство не будет идеальным, я вам так скажу. Любой работодатель не будет тоже идеальным. Где-то свои какие-то будут нюансы и косяки всегда. Либо же, если ваши знакомые, друзья работают на каких-то фирмах, агентствах, то тогда доверяться уже своим друзьям и приезжать к ним. Еще одним нюансом хочу так сказать. Видя даже это на своей практике, иностранец иногда перегибает палку. Не то, что иногда, иностранцы вообще начали перегибать палку, из-за того, что сейчас очень много иностранцев, каждый требует что-то свое, при этом никогда не задумывается, что он может дать взамен. Одно дело то, что вы собираетесь работать, как некоторые говорят, как рабы, это еще не дает права вам требовать с работодателя, либо же с агентства, либо же вести себя неадекватно по отношению к этим людям. Неважно, это будут поляки, либо же это будут те же иностранцы. Потому что вижу на своей практике люди, приезжающие без знания польского языка, хотят уже с самого старта просто иметь все на тарелочке. Иметь жилье бесплатно, иметь ставку, которая будет там 16-20 слотых за час, при этом работать по 8 часов, иметь выходных, два выходных, на праздники сидеть дома, получать за это зарплату, болеть и получать заработную плату. То есть иногда уже идет перебор. Приезжая сюда, в Польшу, я понимаю, что вы должны отстаивать свои права, но не до такой степени нагло, как это происходит уже сейчас. И это не только происходит в нашей фирме, а это происходит уже практически в каждой фирме, потому что у меня очень много знакомых, которые владеют фирмами, которые имеют фирму по трудоустройству, и это не первые уже жалобы, как со стороны иностранных агентств, так и со стороны польских агентств. Поверьте мне, идеально не будет нигде. Вы приезжаете на территорию другой страны, к вам будет такое же отношение, как и вы относитесь. Если же вы относитесь адекватно к работе, поверьте, глаза есть везде, уши тоже есть везде, вас заметят, помогут, повысят вам заработную плату, помогут вам с документами и все остальное. Если же вы по-хамски уже начинаете с самого первого дня, вы являете претензии, которые не обоснованы, то и к вам тогда будет такое же отношение. Если вы работаете на какой-то фирме агентства, и вы довольны работой этой фирмы, можете написать в комментариях название этой фирмы, дабы другим иностранцам было легче искать и доверять иностранным агентствам. Без проблем, бесплатный пиар, пожалуйста, пользуйтесь. В комментариях можете написать, какие есть плюсы и минусы вашего агентства, если вы работаете. Я думаю, что это будет немножко маленьким помощником для тех, которые ищут сейчас работу, понимать, какому агентству доверять, какому нет, и что их ждет по приезду на территорию Польши. Чтобы не попасть к агентствам-мошенникам, надо знать несколько правил. Первое – это проверяйте лицензию. Каждая агентства обязана иметь лицензию для открытия своей деятельности. Второе – агентство не должно брать с вас денег. Только если это агентство иностранное, тогда они имеют право взять с вас деньги за услуги, например, открытие визы, предоставление вакансии после подписания с вами договора. Помните, чтобы выехать на территорию Польши, вы должны иметь только рабочую визу. Никакая другая виза вам не дает права работать здесь, на территории Польши. Если же агентство скрывает детали трудоустройства, то есть, когда вы им задаете вопросы, они начинают мяться и выдумывать какую-то фигню, можно так сказать, то я бы уже не доверяла такому агентству. Каждое агентство, которое заинтересовано в кандидате, оно рассказывает полностью все детально, то есть, с чем предстоит столкнуться, какая будет заработная плата, какой будет договор, жилье, одежда, медосмотр и так далее. Поэтому узнавайте все детали, вы имеете на это право. В польских агентствах вы также имеете право требовать перевод к любому документу. Этот закон с 2018 года, поэтому, если вы не понимаете, и польское агентство, либо же польский работодатель не говорит на вашем языке, то есть, не может вам помочь перевести этот документ, то вы должны потребовать документ, где будет перевод о том, что вы подписываете. Также помните, никогда не подписывайте пустые бланки, пустые бумажки, незаполненные. Это тоже влечет к не очень приятным последствиям. Когда вы пишете какую-либо дату, например, 2 декабря, то помните, нужно писать 0, 2, 12, 2018. Если вы просто пишете 5, 12, 2018, например, то всегда можно добавить спереди цифру, какую-либо же, либо 1, либо 2, и тогда будет означать, что вы подписали этот договор позже. Также это может привести к каким-то негативным последствиям в будущем. Поэтому проверяйте правильность заполнения каждого документа, а также знайте, за что вы подписываете этот документ. Требуйте оригиналы документов, то есть, помните, потому что я говорю это каждому иностранцу, практически каждый день по 10 раз. Вы должны иметь на руках оригинал, либо же зазволение типа А, это воевудское, либо же освещение, потому что освещение имеете вы, ужин, працы, а также работодатель снимает скан, либо же копию вашего освещения, подтверждение то, что вы работаете легально. Но у вас должен быть оригинал для того, чтобы, например, подать на карту временного побыта, либо же для того, чтобы сделать визу, либо же для того, чтобы просто пересекать границу между вашей страной и Республикой Польши. Далее, никогда не давайте ваши документы и не оставляете ваши документы у работодателя. Паспорт у вас никто не имеет права отбирать. Снять копию, да, имеют право, но забрать и, например, чтобы он лежал, остался ваш паспорт, либо же куда-то его далее передавать, они не имеют права. Единственное, на что вы можете дать свой паспорт, это для оформления визы. Понятное дело, что в визовый центр вы отдаете оригинал вашего паспорта для того, чтобы получить визу. Больше на территории Польши вы не имеете права нигде дать свой оригинал паспорта. Копию вы можете, но оригиналы документов должны быть всегда с вами. Помните об этом и следите за этим, потому что уже не раз были случаи, когда работодатели забирали документы, паспорта, а потом просто манипулировали. Если такое происходит, сразу же идите в консульство в вашей стране, на территории Польши, либо же в миграционные центры, либо же в полицию. Это три таких самых главных органа, куда вы можете сразу обратиться за помощью. На этом у меня сегодня и все. Надеюсь, видео для вас было информативное и полезное. Спасибо, что были вместе со мной. Ну а с вами мы увидимся совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok